Я боялась. Я боялась приставок очень сильно, что они приедут, заберут все. Мамы, что-то у мамы сердце больное, и мне очень не хотелось, чтобы мамы терроризировали. Слезы, естественно, нервы. И тогда вот я приняла для себя решение, что нужно идти в банкротство. Другого выхода нет. А в итоге они узнали или нет о том, что вы... Да, да, узнали. Причем первое я поговорила с мамой, когда уже как раз-таки я вступила в процедуру банкротства. Когда начались вот эти вот звонки бесконечные, кредиторы начали звонить моей маме. Я поговорила первой с ней, но она мне построже, чем папа. Это тоже было тяжело. Она на меня очень сильно ругалась, естественно. Она и сама плакала, что, господи, как ты вообще это сделала. Но я ее успокоила. Она больше переживала за единственное жилье за мою, за долю в ее квартире. Что вот, заберут. Я говорю, мама, ничего не будет. Это единственное жилье, ничего с ней не сделаю. Да. Потом я поговорила с папой. Так вообще легко от нее все на самом деле. Он такой, ну ладно, хорошо, исправляй. Все, что не сказал мой папа. И мне стало легче от этого, что мои родители об этом знают. Если вам нужна помощь, если вы хотите разобраться, стоит вам списывать ваши обязательства или нет, можете ли вы освободиться от выплаты ваших кредитов или долгов, напишите мне в WhatsApp. Мы вас бесплатно проконсультируем. Это проходит онлайн. И с командой моих специалистов мы работаем по всей России. Когда я рассказала своему мужу, причем он тоже не знал, я ему об этом рассказала, естественно. Он с недоверием прям с большим. Вот, делать тебе нечего. Это все неправда. Ничего тебе не спишут. Агентство находится вообще на другом конце России. Мы здесь. Мы долго разговаривали, и он мне помог войти в процедуру банкротства. Он дал мне первый взнос деньги. И все. Я с вами. Как вы себя чувствовали, когда решились на процедуру банкротства? Сначала, естественно, это был страх. Потом мне позвонила, провела консультацию Савина Юлия. Мы с ней разговаривали. Я у нее все узнавала, все тонкости. Все. И мне становилось спокойнее, когда она объясняла, что вы не переживайте, все нормально будет. Она успокаивала, она прям поддерживала. И тогда меня прям отпустила. Мне стало настолько спокойно. До первого суда я просто жила. Установила блокиратор всех звонков вообще, чтобы незнакомые мира не проходили. И жила себе спокойно, ждала суда. При этом ощущались деньги от того, что я работаю. Они у меня были. Я могла и роллы себе заказать, и сводить дочь в игровую комнату. Потому что там игрушки купить. Я настолько была радостна. Я до сих пор радуюсь, что все равно. Ели стало больше, и ты их видишь. Ты их несешь не на кредит, а уже можешь тратить на себя и на семью, правильно? Да, на себя, на семью, побаловать себя чем-то. Съездить в Листвянку, на Байкал. Многие люди находятся в такой же ситуации и не видят выхода. А вы как раз будете тем самым светлячком, который может показать им свет и куда идти. Продолжение истории вы услышите в следующей серии. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok